Проблему суицида среди несовершеннолетних обсудили на заседании общественного совета при управлении внутренних дел Петропавловском. Что предлагают специалисты для укрепления психологического здоровья подростков, узнаете из нашего следующего материала. Неразделенная любовь, ЕНТ, ссоры с родителями, насилие и вымогательство. Это главные причины подросткового суицида, говорят специалисты. О том, как работать с детьми переходного возраста, говорили на заседании общественного совета. Сегодня, согласно нашего плана, мы рассматриваем один из социально значимых вопросов – профилактика суицидального поведения и суициду среди несовершеннолетних. Это очень социально, очень больная тема. К сожалению, у нас был один завершенный суицид по городу и четыре попыток. Обсудили здесь и причины возникновения детских депрессий. Психологи считают, нельзя перекладывать всю ответственность на школу. Очень часто родители сами не знают, как правильно вести себя с подростками. По статистике, каждый пятый суицид дети совершают из-за страха быть наказанными. Поэтому начинать профилактику нужно именно с семьи, говорят специалисты. Хотелось бы отметить еще и тот факт, что родителям необходимо больше внимания оказывать детям. Современные дети, они очень продвинутые, они очень активные, очень социальные. И вот то, что они уходят в общение в социальных сетях и не получают достаточного внимания со стороны родителей, является очень таким настораживающим моментом. В этом году в республике 84 подростка покончили жизнь самоубийством. Главная проблема в том, говорят педагоги, что нет практического метода решения этого вопроса. Ведь каждый ребенок индивидуален. По итогам встречи городское управление внутренних дел взяло на себя роль куратора данной проблемы. Алена Подласова, Арман Джамангузов. Новости МТРК.